МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Катерина Апенова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Корректировки в бюджет, изменения в земельный налог, состав молодежной палаты. Состоялось заседание комитета в Саровской городской думе. Стоп коронавирус. С Сарой прошли антиковидные рейды. Студентка Сарфы Т.И. Елизавета Ляпина стала победительницей Сормовского легкоатлетического пробега. Далее расскажем по всем подробно. Корректировки в бюджет, изменения в земельный налог, присвоение звания почетный гражданин города. Эти и другие вопросы осмотрели депутаты на плану в бюджетном и совместном заседании комитетов. Теперь не только физические лица могут не уведомлять налоговые органы о налоговых льготах, но и все налогоплательщики. То есть это юридические лица и индивидуальные предприниматели. Изменения в земельном налоге рассмотрели депутаты Саровской думы. Из-за пандемии заседание прошло в закрытом режиме. Принятое решение журналистам прокомментировал председатель думы. Например, рассмотрели вопрос о присвоении звания почетный гражданин города Александру Петровичу Федотову, старейшему сотруднику Российского федерального ядерного центра. Александру Петровичу в этом году исполнилось 90 лет. Стаж его работы 72 года на предприятии внеф, и он продолжает трудиться и по сей день. Решение вынесли на заседание думы 28 октября. Еще один вопрос касался создания 2-й молодежной палаты при городской думе. Народные избранники уточнили технические моменты и познакомились со списком тех, кто прошел отбор в эту палату. Подвели черту конкурсному отбору в саму молодежную палату. Определили 15 человек, кого мы будем рекомендовать думе за сегодняшним заседанием к утверждению состава молодежной палаты при городской думе и список резервистов. Журналист нашего канала, ведущая программы «Пешковым по Сарову» Анна Пилипец также вошла в состав молодежной палаты. Мы поздравляем Анну и желаем ей дальнейших творческих успехов. Екатерина Опенова, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Власть усиливает меры безопасности в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Сотрудники городской администрации и полиции проверили, как саровчане соблюдают антикоронавирусные меры в магазинах города. Подробности далее. Указ губернатора 27. Читайте внимательно. Хорошо, я передам информацию нашему медицинскому отделу. В соответствии с новым указом правительства Нижегородской области на период нерабочих дней должны приостановить работу все магазины, кроме продуктовых и аптек. В связи с этим специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом и сотрудники правопорядка устроили рейд по торговым центрам города. Могут работать аптеки, продовольственные магазины, магазины, которые обеспечивают население товарами первой необходимости, система, образующая промышленные предприятия. И вот по этим вопросам у нас много замечаний к отделам, которые размещены непосредственно в торговом центре. В магазинах, которые продолжают работать в обычном режиме, проверяли QR-коды о вакцинации у всех работников. А вот остальным нарушителям закона сделали замечание и вынесли предупреждение. После проверки сотрудники ОВД просили закрыть все отделы. Ресторан «Прайм» выполнил все необходимые требования указа. И сейчас заведение работает только на вынос. Также сотрудники администрации и ОВД проверяли, как жители города соблюдают масочный режим. К сожалению, дело обошлось не только замечаниями. По соблюдению масочного режима, все-таки в «Евроспаре» имеются покупатели, которые ходят без масок и по ним составляли протокол. Теперь, если отделы хотят продолжать работу, то им нужно предоставить сотрудникам комитета по управлению муниципальным имуществом документы, которые подтверждают требования указа. В дальнейшем специалисты еще раз проверят все торговые точки. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Российских школьников не планируют переводить на дистанционное обучение после каникул. Об этом в ходе визита в Свердловскую область заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Дети младше 14 лет смогут стать пользователями портала «Госуслуг». Цель проекта – дать доступ юным россиянам к цифровым образовательным сервисам в рамках реализации эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды. Регистрировать в единой системе идентификации и аутентификации детей будут родители. Сотрудники ядерного центра в составе сборной Росатома принимают участие в 8-м национальном чемпионате рабочих профессий высокотехнологических отраслей промышленности «Уолл Скиллс Хайтек-2021». Соревнования проходят в Екатеринбурге в 39 компетенциях. В этом году ключевая тема первенства – новаторство и рационализация для повышения производительности труда. Инженер-исследователь Валентина Иванушкина и ее наставник-эксперт Михаил Никулин участвуют в компетенции «Неразрушающий контроль». Экономист Александра Стопкович вошла в сборную ядерного оружейного комплекса командной компетенции «Управление жизненным циклом». Национальный чемпионат продлится до 29 октября. Поддержка малого и среднего бизнеса и создание новой цифровой платформы для предпринимателей. Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание с вице-премьерами. Подробности далее. 38,5 миллиардов рублей на гранты малому и среднему бизнесу, а также социальным НКО, выделит Кабмин. Новые меры поддержки, которые подготовили по распоряжению президента, предусмотрены прежде всего для отраслей, в которых предприниматели напрямую работают с населением. Это гостиничный бизнес, общественное питание, спорт, дополнительное образование, бытовые услуги, сфера культуры и ряд других. Мы должны помочь не только сохранить рабочие места, но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна пойдет на спад. Проект первого постановления уже подготовлен. Он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта. Сумма гранта будет рассчитываться, исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого. И позволит в том числе обеспечить выплату заработных плат сотрудникам. Дистанционный прием заявок на новые гранты начнется 1 ноября и продлится в течение полутора месяцев. Заявки будет принимать и обрабатывать Федеральная налоговая служба. Средства начнут поступать с 15 ноября. Рассчитываем, что такая мера позволит частично покрыть пострадавшим предприятиям выпадающую часть выручки и поддержать около трех миллионов человек. Кроме того, с 1 декабря правительство планирует запустить цифровую платформу поддержки малого и среднего бизнеса по принципу единого окна. Новый сервис откроет небольшим предприятиям, самозанятым гражданам и тем, кто планирует начать свое дело, доступ к полному пакету государственных мер поддержки и наиболее востребованным коммерческим сервисам. От помощи на старте до юридического сопровождения и профильного образования. Два взрыва за одни сутки. 25 октября утечка бытового газа произошла в набережных Челнах, 26-го в Балтийске. Основные причины подобных трагедий – нарушение эксплуатации газового оборудования. Какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы не допустить утечки? Расскажем в следующем репортаже. В жилом доме в набережных Челнах вечером 25 октября прогремел взрыв. По данным МЧС, в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажки произошла утечка газа. Обрушились перекрытия, были разрушены шесть квартир. Ударной волной выбило окна соседних домов. Большинство жителей покинули здание самостоятельно, четверых извлекли из-под обломков спасатели. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице. По факту взрыва возбудили уголовное дело. Следственный комитет рассматривает две версии произошедшего. Некачественное оказание услуг по газоснабжению либо неправильная эксплуатация газового оборудования. По неподтвержденным данным, хозяину квартиры, где произошел взрыв, перекрыли подачу газа из-за неуплаты щитов. И утечка могла произойти в результате самовольной врезки в трубу. Взрывы газа в жилых домах происходят все чаще. Люди не соблюдают правила безопасности при ремонтных работах, не следят за исправностью газового оборудования, используют плиту для обогрева помещения. Первое, выжигает кислород, в результате чего может произойти затухание. Значит, конфорок с последующим выходом газа и срывом. А второе, значит, выжигает кислород, угарный газ выделяется. Плиту необходимо использовать только по назначению и ни в коем случае не оставлять газ зажженным на целые сутки или даже на ночь. Важно также запомнить, что замену и ремонт газового оборудования могут выполнять только работники газовой службы. Нельзя этого делать самостоятельно. Раз в год сотрудники обязательно проверяют в домах исправность работы газа. Если не открывают, значит, квартиру, мы приходим, оставляем уведомления о том, что, значит, был слесар газовой службы. Также мы повторно ходим по этим адресам по несколько раз, пытаясь добиться того, чтобы доступ был стопроцентный. Чтобы избежать беды из-за утечки газа, специалисты рекомендуют устанавливать в квартире или подъездах специальные датчики и сигнализаторы загазованности, а также приобретать плиты, защитные системы и газконтроль. Также нужно запомнить несколько правил, если у вас в доме газовая плита. Чтобы всегда плита была чистая, соответственно, в случае запаха газа незамедлительно обратиться в газовую службу, открыть форточки, проветрить помещение, звонить по телефону 04, значит, сотового телефона 104 или 112. Также при появлении специфического запаха в помещении необходимо перекрыть все краны на плите и газопроводе. Звонок в аварийную газовую службу бесплатный с любого телефона и в любое время суток. Студентка Сарфатыни Яумифи Елизавета Ляпина стала победительницей традиционного сормовского легкоатлетического пробега в абсолютном зачете среди женщин дистанции 20 километров. Подробности далее. Елизавета Ляпина учится на третьем курсе Саровского физико-технического института по направлению технологии специального машиностроения. Помимо учебы девушка успевает активно заниматься и спортом, лыжами и бегом. В этом месяце Елизавета защищала честь города на традиционном сормовском легкоатлетическом пробеге. Она стала победителем в абсолютном зачете среди женщин на дистанции 20 километров. Непривычно бежать эту дистанцию. К тому же еще по асфальту, так как я занимаюсь луженными гонками, все-таки привыкла бегать по пересеченной местности. Здесь был асфальт. Выиграла я у второго места всего лишь 20 секунд. То есть была довольно-таки упорная борьба. Елизавета занимается в спортивной школе Олимпийского резерва «Атом» у заслуженного тренера России Николая Седова. Тренер – это важный человек в жизни каждого спортсмена. Николай Евгеньевич постоянно мотивирует ученицу на новые достижения, поддерживает ее во всех начинаниях и заставляет верить в себя. Очень хороший человек. Он для нас как второй отец, для тех, кто занимается лыжными гонками у него. Спасибо ему. Он нам прививает желание заниматься спортом, любовь к нему, достигать успеха в спорте. Спорт – это жизнь. Елизавета считает, что физическая активность нужна не только спортсмену, но и каждому современному человеку. Спорт поддерживает здоровье и хорошую форму. Даже если обратиться к истории, то человек же сначала собирал ягоды, он охотился на животных, то есть он очень немного двигался. И я считаю, что даже сейчас нужно двигаться, нужно заниматься спортом, бегать, плавать, кататься на лыжах. В Сорумовском пробеге Елизавета соперничала с участниками из Нижегородской, Кировской, Ленинградской, Владимирской областей и Подмосковья. А сейчас девушка активно готовится к открытию лыжного сезона. Новый шиномонтаж открылся в комплексе «Мою сам» на Курчатова-54. Теперь все услуги автолюбители могут получить в одном месте. Замена шин, балансировка колес, ремонт, случай прокола. Все это быстро и доступно. Пришла пора менять резину. Сделать это быстро, качественно и недорого. Теперь можно в комплексе «Мою сам» на Курчатова-54. Внимание! Автолюбители предлагают шиномонтаж колес от 13 до 22 радиуса, компьютерную балансировку, монтаж и демонтаж покрышек, снятие и установку колес, ремонт и проколов. Работают мастера на лучшем отечественном и зарубежном оборудовании, используя новейшие технологии. И впервые в Сарове работают одновременно 4 поста. Постарались сделать цикл более полноемкий в соответствии с техническими рекомендациями по обслуживанию автомобилей. То есть мы применяем смазки, которые требует завод-изготовитель каждого автомобиля, чтобы клиенту в дальнейшем в случае каких-то неприятностей на трассе он мог спокойно, без болезни снять колесо и сам его поменять на запасное. Записаться можно онлайн через группу ВКонтакте «Шиномонтаж Саров» или по телефону «Плюс 7-915-93-68-810». Клиента встретит администратор, занесет данные в приложение. Затем автовладелец может пройти в зону ожидания или заняться своими делами, пока мастера обслуживают его машину. После окончания работ клиенту придет уведомление. Мы внедрили технологии электронного приложения. Теперь по желанию клиента мы можем хранить всю информацию о его автомобиле в базе наших клиентов. Постарались соединить клиентов «Мою сам», клиентов «Моет робот» и «Шиномонтаж» в одну агломерацию, чтобы люди могли чувствовать себя постоянными клиентами и получать за это бонусы и скидки. В ближайшее время здесь же откроется пост технического осмотра автомобилей с выдачей диагностических карт и их регистрации. Автоматический терминал «ОСАГО», в котором клиент сможет выбрать любую страховую компанию. «Шиномонтаж» на Курчатове 54 работает с 8 утра до 8 вечера без перерыва и выходных. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!